Дорожное транспортное происшествие В половине 11 вечера на транспортной развязке в районе улицы Токарей и Гурзовской произошло дорожно-транспортное происшествие. В дежурную часть ГИБДД сообщили о столкновении девятки и шестерки медики скорой помощи. К месту аварии сначала были вызваны именно они. В девятой модели «Жигулей» кроме водителя находились женщина и ребенок, которые в результате столкновения автомобилей могли пострадать. К счастью, опасения оказались напрасны. Помощь врачей не потребовалась и пассажиров девятки увезли домой родственники. Сотрудники ГИБДД, прибыв на место происшествия, быстро разобрались в причинах ДТП. Водитель девятки, совершая левый поворот с улицы Гурзовской, не пропустил шестерку, которая двигалась прямо. В итоге ВАЗ-2106, который совсем недавно покинул автомастерскую, где проходил капитальный ремонт, оказался не на ходу. Пострадавший автомобиль на буксире отправился на новый ремонт, который, по всей вероятности, придется оплачивать владельцу девятки. В половине третьего ночи пять подразделений были высланы на тушение пожара в квартире дома номер 15 по улице Братской. По прибытии к месту происшествия огнеборцы увидели открытое пламя, которое вырывалось из окон третьего этажа. Жители дома сообщили пожарным, что в этой квартире живет одинокий мужчина, который недавно похоронил жену. Среди эвакуированных из подъезда людей его не было. Дверь в горящую квартиру была заперта. Оказалось, что пожарные приезжают по этому адресу не в первый, а уже в четвертый раз. Дядь Витя Назаров там жил. Ну что, ну пил, курил, вот докурился, наверное, потому что три раза вызывали ему раньше пожарку. Уже горел он. Вот на четвертый раз совсем сгорел. И нас чуть не уморил. После того, как пламя было сбито, Виктора Назарова нашли. Точнее, нашли его обгоревшее тело. По всей вероятности, Виктор Архипович пытался выбраться из квартиры, объятой пламенем. Сначала он хотел открыть входную дверь, а когда это не удалось, постарался выбраться на балкон. Потеряв сознание, Виктор Назаров задохнулся, затем обгорел. Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров. К счастью, несмотря на сильнейшее задымление верхних этажей, никто из жителей дома серьезно не пострадал. Эвакуацию оперативно провели пожарные и служба спасения «Сова». Ночной патруль развивает сотрудничество с ведущими средствами массовой информации Екатеринбурга. Сегодня мы патрулировали ночной город вместе с корреспондентом комсомольской правды Андреем Попковым. Одно дело узнавать информацию, что называется, из третьих рук. Совсем другое – самому побывать на месте происшествия и рассказать своим читателям о том, чего они не могли увидеть лично. Достоверность, оперативность и качество информации – вот цель и комсомолки, и ночного патруля. Поэтому неудивительно, что первыми с нами в ночной патруль отправился именно репортер самой популярной молодежной газеты. Стоит отметить, что уже за первые несколько часов патрулирования в его портфеле оказался целый набор будущих тем и публикаций, которые, несомненно, заинтересуют читателей. Андрей стал свидетелем дорожно-транспортных происшествий, одним из первых узнал о нескольких ограблениях и даже побывал на месте убийства. Дотошность и внимательность репортера комсомолки вызывают настоящее уважение. Он постарался проникнуться проблемой каждого жителя нашего города, с которым поговорил сегодня ночью. А значит, публикации комсомолки станут еще интереснее и полезнее для всех. В конце концов, главная задача журналистов – не только развлечение зрителей и читателей, не исключительно представление жареных фактов и красивой картинки, но в первую очередь – реальная помощь нуждающимся. На том и стоим, а совместное патрулирование еще будут. Ежедневно в городе происходят десятки дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают и гибнут люди. Только в 2002 году на дорогах Екатеринбурга зарегистрировано 15 537 дорожно-транспортных происшествий, что на четверть больше, чем в 2001. Как правило, водители даже затрудняются ответить на вопрос, что делать, если вы попали в дорожные происшествия. Во-первых, если вы попали в ДТП, следует немедленно позвонить 02 и вызвать сотрудников ГИБДД. Далее следует не спеша написать объяснительную, в которой детально указываются все повреждения вашей машины и, возможно, скрытые поломки. Если у вас есть фотоаппарат или видеокамера, вам плюс – сделайте детальное фото вместо ударов. Ни в коем случае не берите всю вину на себя. В стрессовой ситуации ускользают детали происшествия. И не забудьте записать адреса и телефоны свидетелей. Сотрудники ГИБДД обязаны объективно и квалифицированно установить все фактические данные происшествия. Сюда входит осмотр места дорожной аварии с составлением схемы и протоколов. В протоколе обязательно должны быть указаны погодные условия, освещение и температура воздуха, вид происшествия, к примеру, наезд на препятствие или столкновение двух автомобилей. Инспекторы обязаны зафиксировать точное месторасположение происшествия. Следует также обратить внимание на состояние дорожного полотна. Сотрудники ГИБДД должны сделать точные замеры ширины дороги, обочины, разделительные полосы и ширину полос для движения в обоих направлениях. Кстати, если вам в голову придет мысль о том, чтобы покинуть место ДТП, имейте в виду. В лучшем случае вас оштрафуют, в худшем вы лишитесь прав сроком от 6 до 12 месяцев. В конце концов, от закона и от карающего жезла инспектора далеко не убежишь. Сегодня состоялось торжественное открытие нового административного здания Екатеринбургской таможни по Гоголе-25. В церемонии открытия принимали участие председатель Государственного таможенного комитета Российской Федерации Михаил Ванин, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Петр Латышев, губернатор Свердловской области Эдуард Россель, мэр города Аркадий Чернецкий, архиепископ Екатеринбургский Верхотурский Викентий и другие официальные лица. Появление подобного здания в нашем городе дает возможность для комфортных условий работы не только представителям крупного бизнеса, которые традиционно находили формы взаимодействия с Государственным таможенным комитетом, но большое количество малых и средних предприятий, которые выходят на внешний рынок, либо наоборот занимаются импортом продукции, необходимой для нашего города, для нашего региона. Появление подобного офисного здания дает возможность нормальных цивилизованных отношений к таможенной службе и участникам внешнеэкономической деятельности. Таможенникам был вручен символический ключ от нового здания. Владыка Викентий правил обряд освещения. Позвольте ключ из «Змейка» вручить руководителю Кеннебургской таможни. Восемь лет екатеринбургские таможенники ждали введения в эксплуатацию нового здания. Промышленный потенциал Уральского федерального округа, активное участие его в предприятии международной торговли требует и соответствующей таможенной инфраструктуры. Екатеринбургская таможня по объемам оформляемых грузов по праву считается ведущей в системе Уральского таможенного управления. Зона ее ответственности охватывает территорию в 100 тысяч квадратных километров. В 2002 году наш регион осуществлял внешнеторговые операции со многими странами мира. В федеральный бюджет перечислено свыше 5,5 миллиардов рублей таможенных платежей. Как отметил председатель Государственного таможенного комитета Михаил Ванин, таможенниками решается множество задач. Подготовка к работе по новому таможенному кодексу, внедрение новых информационных технологий, решение кадрового вопроса об устройстве границ. В первую очередь необходимо привести к международным стандартам пункты пропуска. Было замечено, что только взаимодействие властных и силовых структур федерального и областного уровня позволит навести порядок и обустроить границу. В 2003 году ожидается рост по многим экономическим показателям, а значит добавятся работы и у таможенников. Как сообщила пресс-служба ГУВД Свердловской области, разыскивается без вести пропавший Беспалов Сергей Алексеевич, 1975 года рождения. 6 августа прошлого года он уехал с улицы Вайнера на автомашине ВАЗ-21083, госномер М008МН, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Приметы. Рост 168 сантиметров. Среднего телосложения. Волосы темно-русые, короткие. На груди в области сердца имеется татуировка в виде изображения розы ветров с группой крови. Третья резус положительный. На левом боку имеется шрам около двух сантиметров. На правом бедре шрам от укуса собаки около пяти сантиметров. Все зубы поломаны. Был одет. Брюки темно-синего цвета. Кофта спортивная синего цвета. Кроссовки белого цвета. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону в Екатеринбурге. 58 75 14 22 0202. За минувшие сутки на территории области зарегистрировано 209 преступлений. Раскрыто 132. Сотрудниками милиции задержаны четверо преступников, находившихся в розыске. Произошло 16 пожаров. Один человек погиб и трое получили травмы. Зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий. 11 человек пострадало, двое из них дети. Информация предоставлена пресс-службами ГУВД, УГПС и ГОРГИБДД. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok